Коллеги, доброе утро. Пожалуйста, поставьте плюсики в чате, если мне хорошо видно и слышно, потому что все прекрасно. Коллеги, рада вас всех приветствовать на сегодняшнем нашем вебинаре. Тема достаточно специфична, как уже сказала Василя, достаточно узкая. Наверняка у нас аудитория сегодня финансовая в большей степени, чем на предыдущих наших вебинарах. Напишите, пожалуйста, из какой сферы ваша компания и вашу должность, чтобы я понимала аудиторию, на что более сконцентрировать наше внимание сегодняшнее. Так, я пока посмотрю ответы, что у нас все хорошо со связью. Коллеги, напишите, пожалуйста, вашу сферу и должность. FMCG, финансовый директор. Да, я тоже работала в этой сфере. Фарма, финансовый директор. Очень приятно, Екатерина. Правовой консалтинг. Партнер. Ну, Алексей, наверное, для себя больше, для развития. Аудитор, зам финансового директора, разработки, руководитель проекта. О, Виктор у нас, наверное, конкретно занимается неокрами. Хорошо. Так, коллеги, ну еще напишите, пожалуйста, потому что как-то небольшая активность у нас. И мы начнем. IT, финансовый директор. Да, еще напишите, может быть, какие-то конкретные вопросы, с каким запросом вы пришли на вебинар. Может быть, есть какие-то сложности, с которыми вы хотели бы разобраться, чтобы я тоже сразу в ходе вебинара сконцентрировала на этом внимание, ответила на ваш вопрос. Эльвира у нас главный бухгалтер присутствует. Очень приятно. Так, ну в основном финансисты, аудиторы, бухгалтеры. Ну, в общем, люди глубоко в теме. Светлана, IT-разработки. Очень приятно. Да, у нас IT-сфера в большей степени как раз в сторону неокров развернута, поскольку специфическая сфера бизнеса, где как раз требуется защита разработок конкурентов в том числе. Хорошо, коллеги, ну тогда давайте начнем. Уже все, наверное, присоединились, кто немножко опоздал. Начну немножко с предыстории, откуда появляются, в принципе, льготы по налогам именно в сфере неокр. Наверняка уже многие слышали про цели устойчивого развития Генеральной Ассамблеи ООН в 2015 году принято разными странами. Одна из них, как раз, о которой больше сегодня будет идти речь, это индустриализация, инновация, инфраструктура, которая призвана усилить внимание бизнеса в сторону инноваций для того, чтобы устойчиво развиваться, создавать новые продукты, развивать технологии, идти в ногу со временем, может быть, даже в чем-то опережая, создавая новое. Помогая решать попутно другие проблемы, борьбу с бедностью, возобновляемые источники энергии, сокращение выбросов для экологии. То есть все то, что призвано сделать нашу жизнь правильной, долгосрочной, развиваться устойчиво, сокращать потребление и так ограниченных ресурсов. И, соответственно, вот эта концепция, принята в 2015 году, сейчас адаптируется для национальных законодательств. Наша Россия не исключение. В настоящее время стоит как раз глобальная задача по адаптации цели устойчивого развития в российском контексте. И в повестке 2030, которая как раз принята была на Генеральной Ассамблее ООН, как я уже сказала, обозначены все эти цели устойчивого развития. И эта повестка трансформировалась в майском указе президента, в конкретные измеримые цели в различных сферах экономики и жизнедеятельности нашего государства, что послужило началом национальных проектов, которых в настоящее время 13. Они рассчитаны до 2024 года включительно. Общий объем финансирования, как показано на слайде, по всем национальным проектам 25 триллионов рублей. Сумма космическая, конечно. Конечно, по каждому национальному проекту разработаны свои подпрограммы, федеральные программы. В каждой программе закреплены конкретные цели, которые как раз транслируют вот эту повестку цели устойчивого развития. И, соответственно, на каждую выделено финансирование. Ну вот мы конкретно выделили национальный проект «Наука», который, ну, тема нашего сегодняшнего вебинара, больше всего не ОКР, как раз именно в научной сфере. На национальный проект «Наука» в целом до 2024 года выделяется 636 миллиардов рублей. Распределено по годам. Вот здесь видно, по каким федеральным программам идет финансирование в основном. Но так или иначе, государство выделяет огромные средства для того, чтобы поддерживать и науку, и поддерживать бизнес, в том числе через налоговые льготы. Для того, чтобы как раз приблизиться к этим провозглашенным целям. Цели не всегда финансовые. Есть вот, например, такие конкретно измеримые цели, как обеспечение присутствия России в пятерке ведущих стран мира, осуществляющей научно-исследовательские разработки. Раньше Советский Союз был передовиком в сфере неокр. То есть все мы прекрасно знаем, что наш научный потенциал признан во всем мире, и наши сотрудники успешно переезжают в развитые страны и там трудятся. Но теперь по понятным причинам был небольшой провал. И вот сейчас государство старается нагнать как раз вот это отставание путем как раз распределения больших федеральных средств на развитие науки. То есть вот здесь перечислены основные программы, федеральные программы, которые включены в национальный проект. Это развитие научной и научно-производственной кооперации, передовой инфраструктуры для проведения разработок и исследований, ну и также развитие кадрового потенциала в наших научно-исследовательских институтах. И как я уже отметила, что помимо федерального финансирования, которое так или иначе все равно будет осваиваться, во всех странах-лидерах помимо государственного финансирования, поддержка бизнеса, поддержка вот именно этой инициативы к осуществлению неокр осуществляется с помощью налоговых мер. Поэтому как раз наше государство помимо прямого финансирования также включает налоговые меры поощрения бизнеса для того, чтобы бизнес с коммерческой стороны развивал научный потенциал, развивал разработки неокры в своей деятельности. Ну, одной из первых и главных льгот была льгота по налогу на прибыль в рамках 166 ФСЗ, о которой мы подробно рассказывали в наших предыдущих вебинарах. Можете на нашем сайте посмотреть все материалы и записи. Льгота ограниченная действует в 2018-2019 году в отношении объектов интеллектуальной собственности, выявленных в ходе инвентаризации. Эта льгота позволяла компаниям привести в порядок те разработки, которые уже де-факто существуют, которые не были оформлены должным образом, как неокры ранее, то есть не создавались, не выпускались приказы на открытие неокр, не капитализировались затраты, не создавались активы. Просто попутно в рамках обычной деятельности какие-то разработки создавались, не оформлялись, никак не защищались. Но так или иначе, в любом случае, ни одно оборудование не может производить продукцию без какой-то технологии. То есть объекты есть, просто они не были учтены. И как раз эта льгота позволяла привести в порядок и в соответствии все активы, которые есть у компании. И, соответственно, первым шагом для построения систем управления интеллектуальной собственностью и выстраивания процессов в дальнейшем, чтобы неокры осуществлялись и активы создавались в правильном ключе по правилам и налогового кодекса. Ну и чтобы так или иначе... Так, вижу тут вопросы. Ольга, есть у вас примеры, кому удавалось воспользоваться господдержкой в указанных вами программах? Программы действуют с 2019 года. То есть, как правило, на старте это такой переходный этап, когда компании, в принципе, узнают о такой возможности, о том, что... Ну, о том, что созданы такие национальные проекты, о том, что государство будет финансировать, но так или иначе оно финансирует инфраструктуру и в основном научно-исследовательские институты. Компании заказывают так или иначе разработки. У крупнейших компаний, как я уже тоже упоминала на наших предыдущих вебинарах, в «Газпром», «Роснефть», у них уже созданы свои научно-технические советы, которые обладают большим кадровым потенциалом. Там трудятся и действующие академики Российской Академии Наук, и заслуженные доктора наук, профессоры, которые помимо преподавательской деятельности еще вот такую роль играют в развитии именно коммерциализации науки, научно-прикладных решений. Поэтому есть примеры крупных компаний. широко и массово пока это еще не распространено, поскольку только старт национальных проектов, но примеры есть. Человеческий капитал – это как? Ну, там тоже определенные критерии есть по численности, по возрастному, как это сказать правильно, возрастному цензу научных сотрудников. То есть измеряется как стандартными статистическими показателями, так и как раз модернизируются статистические показатели для отслеживания выполнения вот этих вот критериев. Поэтому там в основном численное, то есть количество публикаций, размещенных в определенных научных изданиях, средний возраст научных сотрудников. Так, еще один вопрос. Екатерина, в последнее время налоговые органы прям жестко прессуют бизнес. Нет ли проблем потом с ними в части применения льгот? Вроде программа интересная, но есть переживания у руководства. Валентина, отличный вопрос. Да, я понимаю обеспокоенность бизнеса, потому что есть определенный набор возможностей, но бизнес не всегда их использует, опасаясь то, что потом могут начаться какие-то преследования. Все мы слышим, что регулируют эту регуляторную гильотину. Есть претензии бизнеса, что несмотря на стремление правительства и государства оказать поддержку бизнеса, с другой стороны, то есть одна рука дает, другая карает. То есть есть такая тенденция, соответственно, бизнес обращается, в том числе и в прокуратуру, и в какие-то надзорные инстанции, чтобы предотвратить. То есть регуляторные органы, они тоже, так сказать, подчинены государству. И опять же, вот эти вот федеральные программы, национальные проекты, это посыл на самом высшем уровне, то есть это послание президента Российской Федерации, озвученное на его послание федеральному собранию. И, соответственно, за выполнение вот этих национальных проектов и региональной власти сейчас очень усиленно, усиленное внимание этому уделяется. И поэтому, ну, странно будет, если бизнес начнет говорить о том, что использование вот этих вот возможностей, озвученных в национальных проектах, осуществляется преследование с другой стороны. Ну, скорее всего, не будет. То есть пока негативного архитража мы не наблюдаем, но мы отслеживаем ситуацию, потому что, да, действительно, в нашем российском бизнесе есть такая озабоченность, и, конечно, бизнес обеспокоен. Но так или иначе пробовать нужно, потому что в этом есть зерно для большого роста. Также вот помимо вот этой льготы, которая заканчивается, есть специальные условия для резидентов особо экономических зон. Наверняка вы слышали, что есть определенные кластеры, которые позволяют резидентам экономить в том числе на налогах в рамках определенного временного горизонта, что обеспечивает предсказуемость бизнеса, обеспечивает как раз выход на показатели окупаемости в заданных горизонтах, потому что всегда развитие нового бизнеса сопряжено с большим объемом инвестиций. Поэтому для резидентов особо экономических зон есть специальные условия, особенно основываемся на зонах технико-внедренческого типа, которые как раз и осуществляют разработки. И такие условия есть. То есть не все этим пользуются, потому что тоже оценивают плюсы и минусы резиденции для себя, но так или иначе есть такая возможность. Также есть действующие уже с 2008 года в налоговом кодексе повышающий коэффициент к определенному перечню расходов на НИОКР, коэффициент 1,5, который компания может применить как к расходам, которые относятся к текущему периоду, так и при капитализации и создании актива. То есть сама возможность закреплена в 262-й статье налогового кодекса, можете посмотреть конкретную формулировку. Перечень закреплен в постановлении правительства 1988. Он распространяется не на все виды НИОКР, определенные виды работ, определенные направления, ключевые в экономике, которая сейчас развивается. На этом мы остановимся чуть подробнее дальше в нашей презентации. И также распространение механизма инвестиционного вычета в отношении расходов на НИОКР. Что это из себя представляет? Наверняка многие из вас уже слышали про инвестиционный налоговый вычет в отношении расходов на основные средства. Эта мера призвана стимулировать компании обновлять свои производственные фонды, приобретать новые производственные линии. И, соответственно, эти расходы, которые она на основные средства несет, как в обычной практике это происходит, компания тратит существенные деньги для того, чтобы приобрести либо в лизинг, либо за счет собственных средств какие-то производственные линии. И потом перенос этой стоимости активов происходит через амортизационное отчисление. В горизонте 20-25 лет, но очень долго. И с точки зрения бизнеса, который действует здесь и сейчас, такая перспектива не очень выгодная. И как раз механизм инвестиционно-налогового вычета предполагает перенесение стоимости основных средств сразу одномоментно к прибыли, которая образовалась в текущем периоде. До 90% в отношении расходов регионального бюджета и 10% в отношении расходов федерального бюджета. Подробно мы этот механизм рассмотрим далее в презентации, но так или иначе в третьем чтении в стратегии развития Минфина до 2021 года была закреплена возможность для субъектов федерации распространять механизм этого инвестиционного налогового вычета на расходы на НЕКР в том числе. Это позволяет скапитализированные затраты, то есть вы собрали часть расходов, которые сократили бы вашу налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, перенесли это в активы, капитализировали, и таким образом можете одномоментно эти расходы принять опять же как инвестиционный вычет к сформированной базе по налогу на прибыль. Ну то есть фактически для компании ничего не меняется, как если бы расходы просто списывались в периоде. Таким образом, это должно стимулировать компании больше расходов направлять на НЕКР, на развитие технологий для того, чтобы как раз повысить инновационность бизнеса, повысить, точнее, снять зависимость от импорта, как раз вот в сферах импортозамещения, к чему мы как раз и стремимся для большей безопасности и автономности нашего государства. Также об этом сказал господин Орешкин в своих планируемых реформах, как раз увеличить темпы роста ВВП и увеличить доли инвестиций как раз через инвестиционные налоговые вычеты. Но как это будет транслироваться, как это будет реализовываться, мы с вами в дальнейшем посмотрим. Мы отслеживаем, мониторим эту ситуацию и как раз будем, конечно, вам сообщать. Про особые экономические зоны, как я уже упомянула, здесь на карте, на слайде представлена география тех субъектов федерации, где такие зоны есть. Здесь вот диаграмма как раз представлена по каким видам, то есть помимо промышленно-производственных, есть еще техника внедренческая, которая как раз более углубленно занимается разработками каких-то новых технологий, новых решений. Также есть туристско-рекреационные, потому что туристическая сфера это тоже одна из приоритетных отраслей нашей экономики, которая сейчас поддерживается и развивается всяческими мерами. Есть также портовая зона, одна единственная, которая также обладает особым условием для резидентов. Вопросов пока больше нет. Здесь краткая статистика, я не буду особо останавливаться, вы материалы все получите после презентации. Тоже государство отслеживает то, как реализуется эта инициатива, какие компании пользуются этими особыми экономическими зонами, как они развиваются, сколько налоговых отчислений и таможенных платежей перечисляют, сколько рабочих мест создаются, потому что вот как раз вот эти вот показатели, они и социальные в том числе, и на это обращается особое внимание. Ну и здесь как раз собрана диаграмма, то есть сравнение экономии по основным налогам, которые существуют. То есть вот по некоторым зонам сокращаются, в принципе нивелируются некоторые налоги на имущество, на землю, чтобы как раз стимулировать, создавать производство, создавать новые линии. Ну и соответственно режим свободной таможенной зоны, когда можно ввозить новое оборудование без каких-то существенных пошлин. Есть ли ограничения в этих зонах по иностранному капиталу в компаниях, не больше процента, например? Это нужно смотреть, Яна, отличный вопрос, это нужно смотреть в каждой конкретной зоне, потому что есть определенный перечень условий для резидентства, то есть там тоже не так просто стать резидентом этой зоны. И есть, к сожалению, также негативная статистика, когда компании получают резидентство, начинают функционировать, но потом, спустя какое-то время, отказываются от этого, может быть, потому что не в полной мере реализуются условия. Поэтому сами зоны – это не панацея, нужно рассматривать, конечно, и географическое расположение, потому что не всегда это возможно для вашего бизнеса с учетом транспорта, логистики и так далее. Поэтому нужно рассматривать в комплексе. В этих зонах надо физический бизнес размещать. Ну, хороший вопрос тоже. На самом деле, да, есть условия, и странно, если есть определенные льготы по имущественным налогам, земельным налогам, не размещать там производство, а строить где-то в другом субъекте, где налоги платятся в полной мере. Почему отказываются от резидентства? Екатерина, ну, это каждый вопрос каждой конкретной компании, разные условия, разные причины бывают. Иногда просто недостаточно инвестиций бывает, и бизнес запускается, но идет, ну, как бы не так, как предполагалось, с убытками и, соответственно, просто фиксируют убытки и выходят. Эльвира, да, вот компания не в состоянии выполнить бизнес-план. На входе составляется финансовая модель, да, не просто так, определенный бизнес-план закладывается, и потом мониторится его выполнение. И невыполнение бизнес-плана, ну, тоже иногда является, как бы, таким фактором для того, что прекращаются. Коллеги, скажите, слышно ли посторонние шумы? Потому что тут у нас, к сожалению, начался какой-то ремонт. Да, шумы есть. Я сейчас попробую этот вопрос решить. Так, ну, пока есть время для вопросов. Да, немного шумы есть. Сейчас, прошу прощения, наберу сообщение. Слышно хорошо. Ну, постараюсь погромче, чтобы меня тоже хорошо было слышно. Нас регулярно атакует руководство технопарка по поводу количества созданных объектов интеллектуальной собственности. Можно ли этими разработками воспользоваться для льготы? Виктор, да, хороший вопрос. Если зона технокомендарнического типа, то есть определенные тоже условия по новым разработкам, то, соответственно, можно вот этими налоговыми режимами воспользоваться. Но, опять же, они должны быть реализованы в рамках того субъекта, где вы осуществляете деятельность. Да, вот Эльвира, наверное, вы как раз резидентом зоны являетесь, поскольку отвечаете на вопросы очень экспертно. Да, отлично. Ну, вот как раз я рада, что мы делимся опытом, потому что, ну, как бы, не только опыт спикера, но и опыт слушателей бывает полезен. Поэтому, коллеги, если у вас есть какой-то вопрос или то, чем вы можете поделиться с коллегами, я буду только рада, пишите в чатах, может быть, для кого-то именно ваша ситуация окажется очень полезной. Про налоговый коэффициент 1,5, про который тоже упомянула, это льгота, она действует с 2008 года на определенный перечень работ. Вот здесь вот основные направления указаны, как раз в рамках каждого направления еще конкретный перечень, виды работ, виды неокров перечислены. Все это можно посмотреть в постановлении, вот здесь источник тоже указан. В основном это наносистемы, информационно-телекоммуникационные системы, где тоже в России сейчас большие разработки ведутся. Науки о жизни, биотехнологии, стволовые клетки, то есть какие-то у нас будут представители с фармкомпанией, тоже как раз может быть полезно и интересно. Рациональная природа пользования тоже для того, чтобы сокращать выбросы для окружающей среды, различные меры по так называемой зеленой облигации, субсидирование государственных затрат на привлечение финансирования, как раз на то, чтобы ваши технологии приблизить, снизить энергопотребление, сократить вредные выбросы. То есть все это как раз транслирует те цели устойчивого развития, про которые я упомянула. То есть так или иначе, это все отражается в законодательстве, и можно понимать источник, вообще откуда все движение, то есть куда мы идем. Транспортные космические системы тоже одно из приоритетных направлений, ну и, соответственно, энергоэффективность, возобновляемые источники, энергосбережение, ядерная энергетика. То есть вот эти сферы, которые как раз уже пользуются этим коэффициентом, и можно расходы на НИОКР, которые так или иначе компании ведутся в этом направлении, использовать с повышающим коэффициентом для расходов, или создавать более высокую стоимость актива. Так, условия как раз все указаны в 262 статье налогового кодекса, и по правоприменительной практике мы тоже в конце презентации остановимся. Механика получения, вот здесь тоже указана на слайде, подается одновременно с декларацией отчет по НИОКРам, требования к отчету тоже специфические, конкретно тоже там в нормативных актах закреплен, подтвержденные стандартами форме, представляется налоговый орган по итогам периода, в котором осуществлялись эти разработки. Соответственно, по этапам, по завершенным этапам применяется вот этот коэффициент. Соответственно, если не совпадает по налоговому периоду и завершенности, то есть невозможно применить. И опять же, есть негативный арбитраж, когда компании, с одной стороны, пытаются этой возможностью воспользоваться, но с другой стороны, налоговая оспаривает, и различные судебные решения есть в том числе в этой сфере. Также налоговый орган вправе назначить экспертизу отчетов с целями проверки действительности выполнения этих работ и привлечения глубокой научной экспертизы для того, чтобы проверить достоверность и действительность этих затрат. Потому что помимо зарплаты ваших научных сотрудников, это могут быть расходы на сторонние какие-то разработки в те же научно-исследовательские институты. Поэтому есть такая возможность у налоговых органов назначить экспертизу. Сами мы понимаем, поскольку это затраты плюс повышающий коэффициент, налоговые расходы всегда проверяют очень тщательно и, можно сказать, под лупой. Поэтому есть возможность использования этой экспертизы в том числе. Ну и переходим к основной теме. То есть то, что предстоит только внедрить, это как раз расширение механизма инвестиционного налогового вычета, про который я упомянула, на расходы в части НИОКР. Как это происходит сейчас? То есть до 90% расходов, которые вы уже понесли на НИОКР, можно возместить за счет бюджета субъектов и до 10% за счет федерального бюджета. Вот эти... Вилка этих расходов закреплена 286.1 ст. Налогового кодекса, но применяется отдельно каждым субъектам федерации в рамках своего закона субъекта. Соответственно, ну вот здесь в презентации указано 29 субъектов на момент подготовки презентации. Буквально вчера еще два субъекта ввели этот механизм в части расходов на основные средства. То есть будут изменяться эти законы в части расходов на НИОКР. То есть пока, в принципе, эта возможность отсутствует. Но так или иначе, 29 субъектов уже ввели этот механизм. Условия различные. Как я уже сказала, до 90% разрешается, но каждый субъект вводит по-разному. Кто-то до 50%, кто-то до 85% эту планку ограничивает. Опять же, есть различия по портрету компаний, по акведам. То есть преимущественно производство. Вот буквально на днях, если не ошибаюсь, Тульская область ввела изменения в свой ранее принятый закон, ограничила торговые компании на использование вот этого налогового вычета. Потому что, ну, конечно, предусмотреть все на старте невозможно. Право применения немножко подстраивается, законодательство видоизменяется. Так или иначе, некоторые субъекты более глубоко проработали и сразу ограничили ряд каких-то операций. Например, если там существует группа компаний, и в рамках какого-то субъекта уже введен, ну, то есть производственная дочка, допустим, находится в субъекте федерации, где уже введен этот инвестиционно-налоговый вычет. Соответственно, мама продает дочке какое-то оборудование. Дочка, ну, то есть для нее это обычная операция, приобретение объекта основного средства, пытается использовать этот вычет, но законодательно, ну, как бы, внутригрупповые операции на некоторых субъектах ограничиваются. Потому что, ну, это как бы такое окно, в том числе для злоупотребления, поэтому здесь государство тоже, ну, где-то уже продумало, где-то это видоизменяется в процессе. Так, как я уже помяла, различные условия, ну, в рамках того коридора, который закреплен в статье налогового кодекса, и различные меры предельных ставок. То есть от 5 до 10 процентов предельно в рамках, там, текущего года можно принять этот налоговый вычет. Опять же, неиспользованные суммы вычета переносятся на другие налоговые периоды. Если это прямо не закреплено в законе субъекта, это предусматривается в самой статье налогового кодекса. Ну, опять же, где-то ограничивают, там, до трех лет, чтобы тоже, ну, как бы, космические суммы не использовали, чтобы это, там, десятилетие не растягивалось. И, опять же, для субъекта это доходная часть, и, ну, то есть, соответственно, сокращаются налоговые поступления, они тоже стараются этот вопрос как-то регулировать. И в зависимости от применяемого закона субъекта, то есть где-то это действует мера уже там с января 2019 года, где-то, ну, с учетом того, что это вводилось, принималось активно где-то осенью, то действует с нового налогового периода, с января 2020 года. Вот, поэтому инструмент достаточно новый, то есть пилотно некоторые субъекты ввели, попробовали, действительно, это позитивная практика появилась, и, соответственно, верно стали подключаться субъекты, другие субъекты федерации. И вот не так давно из последних присоединилась Москва, Санкт-Петербург еще рассматривается, но там более глубокие условия, потому что, ну, больше всего компаний, крупнейшей компании, и, соответственно, здесь очень осторожно нужно подходить к тому, чтобы исключить возможные какие-то злоупотребления. Вопрос у нас от Владимира. Если для сейчас проект расходы произведены частично до введения отмены для отдельных категорий, вычет в отношении этих расходов применим? Владимир, ну, тут нужно смотреть конкретно на вашу ситуацию. В отношении чего вопрос? В отношении расходов на НИОКР, правильно понимаю, вычет в отношении этих расходов применим? Вы имеете в виду до введения отмены для этих категорий? Не совсем поняла вопрос, Владимир. Если вы на электронную почту меня направите, мы с коллегами прямо детально разберемся в вашей ситуации и направим развернутый ответ. География субъектов представлена на карте, какие субъекты уже ввели этот инвестиционный налоговый вычет. Соответственно, часть территории остается неохваченной еще, поэтому перспектива есть. И если мы говорим о том, что, допустим, компания с большим числом обособленных подразделений, то налоговый вычет действует применимо к территории. То есть если ваше обособленное подразделение действует как раз на территории субъекта, где применяется этот вычет, то именно конкретно этот филиал может его использовать. Ну и здесь на этом слайде мы показали сопоставление. Вот уже льготы, которые истекают, про которые я в начале презентации упомянула, относительно тех объектов интеллектуальной собственности, которые можно уже выявить, которые де-факто существуют в компании, но не были юридически никак оформлены. И инвестиционный вычет, который так или иначе будет введен действием закона субъектов. Ну и, соответственно, здесь приведено сопоставление по основным плюсам и минусам. По суммам объектов, которые создаются, ограничение по суммам по инвестиционному вычету, поскольку стоимость объекта сформируется по стоимости затрат, которые вы капитализировали. А по выявленным объектам в результате инвентаризации, как все излишки, они приходуются и ставятся на баланс по рыночной стоимости, по отчету оценщика. Поэтому здесь суммы будут более справедливые в отношении того, чем вы сможете в течение какого-то периода саккумулировать расходов на их создание. Опять же, длительность оформления, поскольку налоговый период – год, и, соответственно, здесь нужно правильно подойти к делению на этапы, потому что вычет будет применяться по завершенным этапам. И опять же, критерий завершенности, он тоже будет рассматриваться и в некоторых случаях может даже оспариваться с научной точки зрения. Поэтому сложность и длительность оформления в рамках вычета, она будет сложнее, чем если, допустим, мы уже говорим о сформированных объектах, которые просто не описаны, недооформлены с технической точки зрения. Опять же, применим не для всех субъектов предпринимательства. Есть определенные ограничения, как по АКВЭДам компаний, то есть в основном для производственных компаний. Если мы говорим про объекты интеллектуальной собственности, которые, в том числе и секреты производства, ноу-хау, которые могут быть выявлены в любом сфере деятельности компаний, как и для торговых, сервисных, то есть здесь спектр достаточно широкий, а здесь он может быть ограничен конкретным законом конкретного субъекта. И широкий перечень самих объектов. То есть если здесь мы говорим конкретно по расходу на неокр и создаваемые объекты в ходе этих разработок, то здесь перечень достаточно широкий, в том числе и содержит секреты производства и ноу-хау, которые, как гласит Гражданский кодекс, могут быть сведения любого характера относительно производственной деятельности. И, соответственно, здесь нет ограничений по сроку применения, поскольку он действует перспективно, то здесь конкретно ограниченное 166 МФЗ действует до конца 2019 года. Ну, ограниченный срок, как я уже сказала. Есть вопросы у нас. Что влияет на стоимость при выявлении разработок? Вячеслав, ну вот мы в других наших вебинарах рассказывали, нематериальные активы, поскольку отсутствуют другие доступные для оценки методы, это сравнительный и затратный, основной применяется доходный метод, смотрятся перспективные прогнозные денежные потоки и дисконтируются к текущей дате, и, соответственно, с выделением процента влияния конкретно нематериального актива на денежный поток. Вопрос, это ли перечень закрытый в отношении чего, в отношении каких объектов? По инвестиционному вычету, да, неокры, то есть не все затраты могут быть признаны неокрами, и если мы говорим про неокры с коэффициентом 1,5, то там перечень закрытый, да, широкий, но закрытый. Так, коллеги, все ли понятно, мало вопросов поступает, или все понятно, или пока непонятно, как это может быть для вас применимо. По оформлению сколько? Что сколько? Сколько по времени и сколько по деньгам? Вы имеете в виду услуги Гардиума, вы можете обратиться, мы конкретно под вашу компанию коммерческое предложение направим. Да, и время. Время в условиях того, что льгота ограничена 2019 годом, основные процедуры важно запустить до отчетной даты, это можно успеть воспользоваться даже в этом году. По времени занимает до двух месяцев, но с учетом того, что отчетность сдается до марта, то есть в принципе можно успеть. Главное с оценщиком до отчетной даты определить скоп работ и конкретно объект. До 31 декабря. Да, да, до 31 декабря. Ну, понятно, что до 31 декабря у вас никто на инвентаризацию не выйдет, там документально должно быть оформлено не позднее отчетной даты, и, соответственно, работы должны быть проведены и сдокументированы как раз в 2019 году. Евгения, да, реально успеть – самый распространенный вопрос, который к нам поступает, реально, в нашей практике реально успеть. И поскольку, ну, как бы эта льгота действовала в 2018 году, большинство компаний, подбивая результаты деятельности, понимая, что результат печальный, неутешительный, пытаются различными способами, законными, как-то этот результат немножко изменить. Действительно есть активы, они фактически существуют в компании. Это, опять же, подчеркну, это не рисование отчетности, не надувание баланса. Это то, что вы действительно имеете, но никак не оформили. Ну, как происходит инвентаризация материальных активов? Вы также идете сплошняком по заводу, что-то где-то нашли, на балансе это не отражено, или там списано когда-то, или не оформлено, не оприходовано. Также и с нематериальными активами, просто здесь экспертизы у компаний внутренней, как правило, меньше. Нет понимания критериев, что может быть признано активом, и что в обычной деятельности формируются и попутно создаются эти активы, но никак не оформляются. Так, но если регистрируют патент, например, долго и будет еще несколько. Александр, мы говорим не... То есть патентные товарные знаки – это самые распространенные объекты интеллектуальной собственности, к которым все привыкли. И товарные знаки, и патенты регистрируются, регистрируются, подлежат обязательной государственной регистрации, но есть широкий перечень объектов, которые не подлежат обязательной регистрации. То есть есть какие-то объекты авторского права, которые у вас есть, но вы... То есть какая-то конструктор технической документации, регламенты, какие-то решения, уникальные методики разработки. То есть это все можно описать и защитить, оформить как объект, но государственной регистрации не требуется. Поэтому успеть реально. Да, Валентин, правильно, речь идет о правильном оформлении внутри компании. Но опять же, если выявляются объекты патентоспособные, какие-то технологии, которые могут быть защищены патентом, в таком случае задание на оценку дается текущим годом. И даже спустя какое-то время, если оценщик дает заключение позже отчетной даты, но он оценивает стоимость объекта на дату инвентаризации. То есть если мы нашли, выявили объект, подали заявку на регистрацию патента, патент будет позже, но так или иначе стоимость его определяется на текущую дату. Я думаю, что тут, в принципе, возможно такая вот. Ну, то есть здесь нужно смотреть по каждой конкретной ситуации, но можно регистрировать, если мы говорим о каких-то сложных составных объектах. То есть часть объектов у вас будет зарегистрирована до текущей даты, часть позже по стоимости, но на дату инвентаризации. И до 2019 года действует льгота, поэтому здесь, я думаю, что можно как раз успеть воспользоваться. У Олега вопрос. По особой экономической зоне. Там можно вид деятельности вывести туда или вся компания целиком? Кто знает? Насколько я знаю, то есть это должно быть, если это вид деятельности, то нужно выводить в юрлицо, и юрлицо должно регистрироваться и осуществлять деятельность на территории этой зоны. Поэтому, если это какое-то производство отдельное, может быть, действительно имеет смысл юридически выводить это в отдельную единицу и регистрировать в той зоне, где там преференциальные условия для вас, как налогоплательщика. Отлично. Вопрос, Виктор. Неокр. Как проверить правильность нашего учета затрат на разработки? Виктор. Но для того, чтобы понять правильность, надо вообще понимать, как вы сейчас ведете учет. Вопрос глубокий, требует индивидуальной консультации, поэтому, пожалуйста, обратитесь. Есть контакты наши, внизу на каждом слайде указаны, и далее будут... А, да, и у нас еще есть вопросы права применения. Ну, так или иначе, мои контакты будут указаны. Напишите на электронную почту, мы конкретно под вашу ситуацию консультацию дадим. Так, коллеги, и остановимся на правоприменительной практике. С учетом того, что, как я уже сказала, инвестиционный вычет действует начиная с января 2019 года или с января 2020 года, то есть еще пока практики применения недостаточно, и арбитража по конкретному инвестиционному вычету его, в принципе, еще нет. Ну, с учетом того, что налоговая проверяет, глубина проверки составляет до трех лет, соответственно, вот этот 2019 год попадет еще не так быстро. Поэтому пока какой-то практики именно в части инвестиционного вычета сложно найти, ввиду ее отсутствия. Но есть практика в отношении применения повышенного коэффициента к затратам на расходы на неокры, вот про коэффициент полтора, про который мы тоже говорили. У нас мнение, что позиция налоговой будет идентична или схожа с вот этим механизмом, когда вы подаете, параллельно с декларацией подаете отчет по неокрам, этот отчет исследуется, проверяется, подвергается экспертизе, и, соответственно, если вы предъявляете требование повышенного коэффициента к расходам или к стоимости актива, который создается в рамках этих неокров, то тогда есть вероятность того, что налоговая будет оспаривать. Есть негативный арбитраж, но, по-моему, вот это постановление как раз гласит о том, что компания пыталась применить коэффициент полтора к расходам на неокр, который не входит в перечень закрепленных постановлений правительства 988. И, соответственно, налоговая до начислила налог на прибыль ввиду занеженных расходов умышленно. Ну, там, я не знаю, насколько у них были штрафы за умышленность, но так или иначе, да. Есть... Было изменение этой нормы, поскольку действительно с 2008 года, в переходный период, когда действовали одни условия, и на вот эти вот переходные периоды, то есть сначала действовало одно законодательство, потом другое, и на вот эти вот переходные периоды тоже как бы оспаривание ушло. Здесь вот постановление указано. Михаил, где взять весь перечень субэкономических зон? Есть ли какой-то понятный ресурс по ним? Минэкономразвитие на их сайте. Ну, если сразу быстро не найдете, можете также на электронную почту направить. Я вам поделюсь ссылкой. Это не закрытая информация. Ну, просто чтобы не тратить время на поиски, можете мне написать, я вам этот источник дам. Просто планировалось где-то в презентации обозначить, но я вот не вижу этой ссылки, поэтому напишите, Михаил, напишите, я вам направлю эту ссылку. Есть как раз требования расширения вот этих вот преференциальных условий для бизнеса, и субъекты, в том числе отчитываясь по этим национальным проектам, так или иначе должны оправдывать свою эффективность. Есть конкретный KPI для руководства региона, поэтому так или иначе условия создаются, и иногда даже можно проактивно стараться воспользоваться в своем субъекте этими условиями, апеллируя к тому, что вы так или иначе в любом случае будете отчитывать, по выполнению у нас проектов. Поэтому важно понимать глубоко источник, почему это создается, почему рождается то или иное законодательство, и поскольку это на самом высшем уровне, наш президент будет требовать исполнения, и мы сейчас уже видим и выступление госпожи Матвиенко о том, что расходы на нас проекты в низкой степени осваиваются, с учетом того, что финансирование там до 90% за счет федерального бюджета, средства федерального бюджета выделяются, но не осваиваются, поэтому есть небольшие как бы правоприменительные сложности, с учетом того, что государство готово, но на местах пока не понимают как, и осваивание этих средств не в той должной мере осуществляется, как хотелось бы. Коллеги, задавайте еще вопросы. Активность не такая высокая, мне непонятно, либо все понятно в теме, либо вопросов слишком много, и как-то не знаете, с чего начать. Павелинтина, пока непонятно, с чего начать. Ну, смотрите, если вы не знаете, нематериальные активы есть в любой компании, это я вам с уверенностью заявляю, с высоты нашей практики. Если пока не понимаете, как вообще к этому приступить, как к этому снаряду подойти, вы можете написать, мы спокойно можем пообщаться или в режиме скайпа, если вы не из московского региона. Для московских компаний мы практикуем выездные встречи, когда общаемся с компаниями, помогаем идентифицировать, вообще, в принципе, для себя рассмотреть это окно возможности, что действительно активы есть. Просто они в рамках обычной деятельности попутно создавались, никак не оформлялись, затраты не капитализировались. И, соответственно, есть как раз последнее окно возможности, чтобы этой льготой воспользоваться. Самое большое возражение это то, что мы не успеем. Успеть можно всегда. Наша практика подтверждает, что компании вплоть до марта пересдают отчетность и как раз используя эти активы, которые выявлены, поэтому можно успеть. Это не так долго, с учетом экспертизы, поэтому это все можно успеть. Приведите больше примеров, что можно идентифицировать. Вячеслав, ну, помимо ноу-хау, который я уже упомянула, есть различные попутные объекты интеллектуальной собственности, авторского права, например, какие-то методики разработки, чертежи, конструкторская документация, которые как раз являются объектами авторского права. Если мы говорим про IT-компании, то программные коды и базы данных, и программы ИВМ тоже являются отдельным активом нематериальным. Селекционные разработки достижений, это тоже объекты интеллектуальной собственности. Если мы говорим про торговые компании, то есть даже концепция оформления фасадов для повышения проходимости, для увеличения среднего чека тоже может быть своего рода нематериальным активом секретом производства именно вашей компании. Потому что это напрямую влияет на денежные потоки. То есть то, как вы, ну, то есть это своего рода уже маркетинговый ноу-хау. Судебную практику разбирать будем. Вы имеете в виду конкретное постановление, Артем, но это, ну, достаточно скучно, если не для судебников, вопросы. Вот мы просто перечислили эти постановления, вы можете сами глубоко изучить каждый, потому что там многотомные эти решения, ну, то есть я не вижу необходимости именно в рамках вебинара на это тратить время. Мы здесь собрали всю практику, которая как раз в отношении полуторанного коэффициента к расходу на НИОКР существует. Вот ее можно посмотреть в конкретных постановлениях арбитражного суда. Ресурс КАД-арбитр, где вся эта фактура выложена, можно все это скачать. Так, приведите больше примеров, это мы ответили на этот вопрос. Александр, как понять, стоит ли не стоит пользоваться этими льготами и вычетами? Александр, ну, это надо смотреть на ваш бизнес, какие активы, какие льготы к вам применимы и уже оценивать выгоды и риски уже конкретно в вашей ситуации. Так, судебная практика положительна для бизнеса или нет? Но, как мы видим, к сожалению, не всегда она положительна для бизнеса, как я уже сказала, вот в отношении первого постановления. Там конкретно до начисления были ввиду того, что компания неправомерно применила повышающий коэффициент к расходам, которые не имела права. Поэтому здесь тоже нужно очень экспертно подходить к перечню расходов, которые вы включаете в НИОКР. Если мы говорим про повышающий коэффициент, опять же, то, что они закреплены в постановлении. Понятно, что мы от изменений законодательства не застрахованы. Важно отслеживать, к какому налоговому периоду вы предъявляете эти вычеты и действовали ли они в отношении расходов на тот момент. Потому как одно из решений как раз на вот эти вот пограничные ситуации, когда с одной стороны действовали, то есть компания применила, потом они прекратили своего действия, ну и то есть применение не прекратилось. Поэтому здесь да, надо очень глубоко рассматривать и предвосхищать риски для бизнеса. Каким расходом в рамках НИОКР претензий могут быть? Ну, если опять же, если они не входят в перечень расходов на НИОКР, если конкретно эти НИОКР не были НИОКРами, потому что, как я уже сказала, экспертизу могут предъявить. Если мы говорим о каких-то сторонних расходах, поскольку предполагается, помимо зарплаты, отчислений сотрудников, которые занимаются непосредственно разработками у вас внутри, так и сторонние контракты, заказы НИОКР сторонним организациям, опять же, есть ли у них право заниматься этими разработками, если, допустим, если мы говорим про какие-то лицензируемые виды деятельности, лицензия достаточно, то есть, здесь очень предусмотрительно нужно быть, кому вы заказываете, чего заказываете, кио-оси, так называемые процедуры, know your client, то есть, когда вы, ну, то есть, процедуры оценки поставщика тоже произвели, поэтому здесь нужно всегда продумывать свою стратегию на шаг вперед. Владимир, по поводу льготы непонятно, если мы объект не сразу приняли к учету, а спустя время, то все равно льгота доступна, какие расходы войдут, расчет, за какой период? Ну, Владимир, я имела в виду, что часть объектов, если вы выявили, но часть можете применять сразу к учету, а часть к последствии, поэтому нужно смотреть, если требуется государственная регистрация, то как раз принять объект к учету вы можете только после получения свидетельства, то есть, здесь как раз уже после льготы будет, но те объекты, которые параллельно с вот этим возникли, которые не требуют государственной регистрации, их можно принять с учетом льготы, потому что даже если мы говорим про патенты, вот допустим, широко распространены патенты товарные знаки, у многих компаний есть, но даже при наличии патентов не всегда компании регистрируют, даже не регистрируют, неправильно сказала, оформляют у себя и принимают к учету технологии, которые попутно возникают в связи с этими патентами, потому что взаимоувязка этих патентов применения к вашим производственным фондам, это тоже составляет объект интеллектуальной собственности технология, которая осталась за скобками и никак не учтена в компании. Вот саму технологию можно принять в рамках льготы, патент уже после получения регистрационных свидетельств. Екатерина, вопрос, оценщик обязательный для льготы по налогу на прибыль? Да, потому что, Екатерина, вы никак иначе не определите стоимость для первоначального признания, потому что любые излишки, выявленные в результате монетаризации, применяются по рыночной стоимости. Как вы определите рыночную стоимость, имея экспертизу? Только отчет независимого оценщика, квалифицированного. Опять же, мы работаем с компаниями, которые подтверждают свой опыт оценки именно нематериальных активов, поскольку есть определенная своя специфика и должен быть подтвержденный наработанный опыт, поскольку подходы специфические, как я уже сказала, повторюсь, и есть разработанная методика Best Practice совместно с компанией Deloitte для оценки объектов интеллектуальной собственности компании Роснана. Она есть в свободном доступе, мы можем поделиться которая как раз такой гайденс для оценщиков в том числе существует для того, чтобы правильно оценивать объект интеллектуальной собственности, потому что у них есть своя специфика, как я уже сказала, это не земельный участок, не недвижимость, не объект строительства, то есть здесь определенные свои специальные критерии и должна быть специальная экспертиза у оценщиков. Яна, подробнее про нас проект наука, на какие именно направления будут направлены средства, выделили их три, то есть это три федеральных проекта по повышению коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, по расширению инфраструктуры, и третий это по кадровый потенциал, сейчас отлистаю несколько слайдов назад было, наверное, просто не остановилась на этом подробнее. Вот, перечислены эти федеральные программы, конкретно объемы средств и получатели средств закреплены в федеральном законе про бюджет на предстоящие три года, то есть это можно там в том числе посмотреть. Если ваш вопрос связан получит ли ваша компания или конкретно ваша компания, если это не федеральный какой-то орган, думаю, вряд ли, потому что это в основном бюджетные средства, которые по каналам казначейства распределяются. Вячеслав вопрос. Мы не оформляем доработку продукции в виде проектов НИОКР, просто относим к текущей расходы. Это ошибка. Занимаемся приборостроением. Доработку какой продукции? То есть конечной продукции или каких-то средств производства? коммерческому бизнесу только вычет и льгота. Яна, но для компаний, которые осуществляют НИОКРы, есть возможность получить гранты. Есть различные фонды, фонды содействия инноваций, фонды Бортника, деятельность которых государство направляет финансирование в эти фонды, а фонды выделяют гранты на безвозвратно и безвозмездной основе, опять же, на осуществление НИОКР. Там тоже определенные условия, то есть для того, чтобы получить этот грант, тоже нужно пройти один круг ада, ну то есть кто получал гранты подтвердят и опять же разработка и осуществление НИОКР является одним из условий получения этих грантов. Поэтому это конкретно целевые деньги на целевые расходы и отчетность по ним тоже достаточно существенная и получение дальнейших траншей ну как бы зависит от того, как правильно вы расходуете эти средства, какие НИОКРы и какие результаты этих НИОКР появляются. Поэтому вот 29 ноября как раз фонд соответствия инноваций опубликовал список получателей грантов на предстоящий год 124 компании в среднем размер грантов от 10 до 20 миллионов рублей. если я ответила на ваш вопрос, есть еще и такая возможность. Ну, конкретно про гранты мы не делали вебинары. Да, и там много всего, каждый может найти подходящее решение. Вопрос, что попросить взамен. Да, ну, как правило, все понимают, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, поэтому есть у них уставные цели для развития, для того, чтобы компании повышали разработки свои, создавали какие-то новые технологические решения. Но, опять же, мы прекрасно понимаем, что для любых разработок нужно финансирование и для стартапов, в том числе, на стадии в отсутствии какого-то широкого инструмента проектного финансирования, когда нет ничего у бизнеса, что можно предложить в залог, ну, это всегда сложность. Поэтому на первой фазе как раз это средства инвесторов, какие-то гранты, ну, и потом уже хотя бы начиная с опытной модели, с первой, с тестовой, так называемый минимально жизнеспособный продукт MVP, то есть после этого уже речь идет о какой-то там фазе производства пробного, тогда уже можно какие-то, когда появляется какой-то первый вменяемый денежный поток, тогда уже можно какие-то объемы финансирования привлекать. Работать я в рамках закона никто вас лишнего не попросит. Коллеги, ну, если еще есть какие-то вопросы или готовность поделиться опытом, были коллеги из фармы и из IT, здесь как раз у вас самый широчайший спектр различных разработок, доработка конечного продукта, доработка конечного продукта, опять же, какие нематериальные активы могут в связи с этим появиться, если у вас запатентована полезная модель или опытный образец, как образец для этого продукта, то, соответственно, доработки создают новый опытный образец, новую промышленную модель, соответственно, тут нужно как раз речь о том, что создается объект интеллектуальной собственности, который у вас, как я понимаю, не оформлен, и затраты на его создание не капитализированы. Ну, то есть, да, ну, то есть, это не ошибка, если вы не создаете какой-то новый объект, не открываете неокринет, просто в рамках текущей деятельности списывается. Но нельзя капитализировать ранее признанные расходы в предыдущих периодах, это тоже, как бы, об этом говорится в налоговом кодексе. То есть, если вы потом на будущее захотите, ну, то есть, станете капитализировать с какого-то этапа затраты на разработку, ну, то есть, если она растянута во времени, и вспомните, что в прошлом периоде вы там признали это в расход, восстановить из расходов вы уже не сможете. Поэтому, если мы говорим о том, что мы что-то начинаем разрабатывать новое, лучше сразу правильно открывать неокр и собирать затраты для того, чтобы сформировать полную стоимость этого объекта. Так, коллеги, еще вопросы нам печатают. А войти в особую экономическую зону на практике насколько сложно? Ну, Яна, при желании все возможно. Опять же, что вы понимаете под сложно? Ну, получить кредит тоже бывает непросто, но, тем не менее, бизнес все равно это делает. тут важно исходить из цели. Для чего вы это делаете? Если в сравнении с обычными условиями для бизнеса экономическая выгода будет сопоставима, ну, этим стоит заниматься, даже если это в горизонте там пару-тройку месяцев займет. По времени ищу. Есть ли опыт, сколько может занять? Евгений, что занять? вхождение в зону или применение льготы? Если мы говорим про ограниченную льготу, которая заканчивается... вхождение в особоэкономическую зону. Ну, лично на моей практике я не регистрировала бизнес в особоэкономической зоне, конкретно вам по времени сказать не смогу, но, предположительно, до нескольких месяцев это может занимать, зависит от конкретного субъекта, от экспертизы лиц, которые в этом задействованы, потому что даже, ну, вот, просто я в недавнем прошлом финансовый директор практикующий, даже получение кредитов во многом зависит от команды со стороны банка, с которой вы работаете, потому что мы сталкивались даже в рамках того же Сбербанка, разные отделения работают по-разному, поэтому здесь зависит от того качества подготовленной информации, которую вы предлагаете, экспертиза людей, которые оценивают эту информацию, и регуляторный механизм, то есть, как быстро принимаются решения, как они проходят, то есть, вот от этого зависит. активно у нас тут взаимодействие коллег внутри чата, очень приятно работать в рамках закона, да, мило, действительно, вашими устами. Вот, Михаил подтверждает, да, в каждой экономической зоне свои условия, сроки прописаны в документах, но в госорганах все четко регламентировано, даже ответ на какой-то запрос, он тоже в 59-м ФВЗ строго регламентирован, в рамках месяца вам должны дать развернутый ответ, поэтому на это тоже обращают внимание, это тоже определенные реперные точки ТПИС у всех, поэтому все в документах прописано, можно на входе все оценить, либо откажет, либо примет, везде есть условия, критерии и в принципе можно и оспорить, если вы считаете, что неправомерно вам отказали, ну, как правило, наоборот, с учетом того, что для статистики развития и тех инвестиций, которые заявлены, которые действительно уже осуществлены в рамках конкретно особоэкономической зоны, они тоже важны, и просто так отбиваться от резидентов никто не станет, то есть если вы только там откровенно не соответствует критериям. Вячеслав, где найти подкованного оценщика? Ошибиться чревато? Ну, вы можете обратиться к нам, мы, соответственно, окажем вам максимально компетентную помощь, компетентную оценку, и можем поделиться методикой, чтобы вы сами могли соответственно проверить вашего оценщика. Они тоже действуют в рамках 135-го ФЗ и федеральных стандартов оценки, по-моему, если не ошибаюсь, 11-й ФСО как раз про оценку объектов интеллектуальной собственности. Но они оценивают исключительно права на объекты интеллектуальной собственности. коллеги, еще вопросы ваши, у нас в принципе еще время позволяет. Ну или если вопросов нет, я всех благодарю за уделенное время, то что вы так включенно смогли достаточно долгое время держать фокус внимания. Да, вот Юля как раз подтверждает, что они особо экономические зоны не разбрасываются резидентами, потому что у них тоже есть определенный KPI. Поэтому если вы соответствуете критериям, но как-то документы не дотягивают, вам помогут, подтянут, подскажут и все-таки примут. Виктор, как подтверждается наличие секрета производства? Ну здесь должна быть экспертиза работы с объектом интеллектуальной собственности. Если вы внутри сами не можете понять, есть ли у вас секрет производства или нет, то мы можем для оценки должен быть своего рода описание, которое не раскрывает закрытые части, потому что секрет производства ноу-хау, оно по определению сведения сокрытые от третьих лиц. поэтому здесь грамотно составлено описание, то есть паспорт объекта реферат, который как раз описывает технологию, не раскрывая самому ноу-хау, перечень документов, в котором содержится сведения, состоящие коммерческую тайну, опять же, наличие правильного режима коммерческой тайны, внедренного на предприятие, то есть с юридической стороны, должно быть очень правильно оформлено. Но это если мы говорим про конкретно ноу-хау, для других объектов интеллектуальной собственности может и не требоваться такое условие. Есть пример оформления. Да, Виктор, у нас есть примеры, но как бы конкретно на слайде я вам не покажу, можете обратиться либо на консалтинг орудий либо здесь мой личный адрес мы вам примеры подскажем и конкретно в вашей сфере. Коллеги, напишите, пожалуйста, насколько тема для вас была актуальна, насколько вы ответили для себя на вопросы, которые вы ставили перед вебинаром, насколько соответствуют ожиданиям, которые вы предполагали услышать. Поскольку обратная связь для нас тоже очень важна, чтобы в дальнейшем как-то может быть вы укажите темы, которые бы вам интересно было озвучить и осветить в дальнейших вебинарах. Спасибо вам за активное участие. Повторюсь, вопросы, если вы по каким-то причинам не смогли сформулировать или если они возникнут при просмотре записи вебинара, вы можете направить по нашим контактам и, соответственно, мы либо организуем встречу для оперативного, если у вас есть потребность именно воспользоваться льготой, то понятно, что действовать нужно оперативно, поэтому мы готовы организовать встречу либо скайп, если в другом регионе находитесь. Коллеги, если вопросов больше нет, еще раз благодарю вас за внимание, за активное участие, обсуждение, то, что делились опытом с коллегами в том числе. Буду рада видеть вас на наших следующих мероприятиях. Передаю слово спикеру, нашему организатору. Спасибо. субтитры создавал DimaTorzok